Трудно переоценить важность этого мероприятия. Каждый год накануне Дня Победы мэр города Одинцова Александр Гусев лично встречает ветеранов в волейбольном центре. Для каждого находит теплые слова благодарности и ободрения. У ветерана Великой Отечественной войны Андрея Мягкого на войне погибли все братья. Старше четыре брата погибли на войне. Я один остался. Поэтому, когда меня призвали в Красную Армию во время войны, мама сказала, благословила и сказала, чтобы ты, сынок, пережил всех своих братьев и остался жив. Вот я материнское благословение и выполняю. С каждым годом ветеранов на торжественных мероприятиях все меньше. Многие уходят из жизни, кому-то становится физически сложно выходить даже за пределы своей квартиры. Но Знамя Победы опускать ни в коем случае нельзя. Постепенно оно переходит в руки следующих поколений. Мы, как ветераны боевых действий, всегда, мы в первую очередь перенимали все это ветеранов по поколениям. И сейчас наша задача тоже передать молодежи эстафету ветеранов войны, чтобы все было хорошо. Дай Бог, чтобы был мир. Всем, всех поздравляю с Днем Победы, с нашей Великой Победой. Здоровья всем, счастья. А ветеранам живите долго, радуйте нас. Дай Бог вам здоровья. Со сцены звучат слова поздравлений от главы городского поселения Одинцова. Александр Гусев поблагодарил и ветеранов Великой Отечественной, и участников всех ветеранских организаций города. Самому молодому ветерану уже сегодня за 90. Давайте каждому из них, прежде всего, пожелаем огромного-огромного здоровья. Пусть они еще долгие годы живут, чтобы родные и близкие мы, все общественные организации, были с ними рядом, знали и заботились о них. Несмотря на возраст, многие ветераны продолжают участвовать в военно-патриотическом воспитании молодых поколений. Ходят в школы, встречаются с детьми. Они стараются передать свои знания о войне как можно большему числу людей, чтобы для следующего поколения, которое ветеранов уже не застанет, война не превратилась в далекий и нереальный миф. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.